Александр Григорьевич, добрый день. Мне сказали, что вы срочно хотели бы что-то мне слышать. Да, Владимир Владимирович, добрый день. После успешной операции по перехвату переговоров Варшава-Берлин, наши разведчики перехватили еще несколько переговоров. Вот, там что-то важное. Конечно, послушайте. Вот, например, сегодня Навальный отшнулся и сразу стал звонить кому-то в Россию. Читаю запись разговора. Алло, алло, срочно заберите меня отсюда. Здесь ужасная медицина. Все плохо. Рубли поменять очень сложно. Люблю Путина, хочу домой. Пожалуйста, документ. При всем уважении, Александр Григорьевич, согласитесь, звучит как-то неправдоподобно. Согласен. Вот этот пункт, что рубли поменять сложно, это очень неправдоподобно. Согласен. Еще что-то? Конечно. Вот переговоры Меркель. Это уже интересно. С кем? С пиццерией. Она заказывала пиццу. А мы тут при чем? Как это при чем? Послушайте. Это уже с переводом. Здравствуйте, Гюнтер. Это, видимо, кто-то звание Гюнтер-офицер. Можно мне, пожалуйста, четыре сыра? И что? Как что? Кто же заказывает в пиццерии четыре сыра? Это явно шифр. И дальше. Добалте грибов. И что? Как что? Она же говорит прямым текстом. Добалте. Это значит навалите. Навалите. Это подразумевается Навальный. А грибы это отравление. Александр Григорьевич, а у вас есть что-то на другую тему? Конечно, пожалуйста. Переговоры Трампа. Сейчас, две секунды. А, с этим, с Трампом. Это он сам с собой разговаривает. Интересно? Ну. То-то же. Слушайте. Он говорит. Ай. Ай. То есть, это он, видимо, ударился. Нет. Ай. Это по-английски я. Вы? Да? А как же тогда переводится ай-яй-яй? Это, наверное, вы, Медведев и снова вы. Что там дальше, Александр Григорьевич, по тексту? Дальше он говорит. Ай. То есть, вы. М. Дональд Трамп. Из. Бест. Президент. Оф. Америка. То есть, вы и Дональд Трамп лучшие президенты Америки. Ну. Это его стандартная фраза. Александр Григорьевич, вы мне можете объяснить, а зачем вы этим занимаетесь? Вы о чем думаете? Если честно, я уже думаю, как выиграть следующие выборы. Вот видите, это нас отличает. Вы думаете о земном, как выиграть следующие выборы. А я думаю о вечном. Вам хорошо. У меня-то терешковой нет, чтобы думать о вечном. Кстати, о вечном. Как у вас обстановка с ковидом? С чем? С пандемией. А у нас ее нет. Все должны работать. Ну, есть, например, у человека слабый иммунитет, и он опасается за свою жизнь. Ну, слушайте, у нас демократия. Кто не хочет работать, есть самоизоляция. Где? Дома? В тюрьме. Есть же статья за тунеянство. Умер, шмур, главное, иди на работу. Так у вас же сейчас мало кто работает. Говорят, почти вся Беларусь вышла на улицу. Все? Ну, хорошо. Значит, проведем перепасть населения. А вы не задумывались, зачем они вышли? Как зачем? Поздравить меня хотят. Ну, на видео слышны, что люди кричат, уходи. А они не мне кричат. А они кричат 2020 году, уходи. Вот правда, задайте себе вопрос. Кто людям больше надоел? Лукашенко или 2020 год? Ну, хорошо. А если начнутся еще большие протесты? Значит, объявим пандемию. Не зря же ее придумали. Да и чего скажите, они митингуют, а? Говорят, мол, что подделывали бюллетени. Кто? Я? Я бы столько не успел. Знаете, может, люди помогали? А если люди помогали, значит, не вся Беларусь против меня. Значит, нужен еще бацко Беларуси. О! По новостям передали, только что Европа перехватила разговор. Чей? Наш с вами. Пойду посмотрю. Интересно, чем закончится? Всего хорошего, Владимир Владимирович. И вы там держитесь, Александр Григорьевич. До новых встреч. До новых перехватов!